КАЛЕДОСКОП ФАКТОВ КАЛЕДОСКОП ФАКТОВ КАЛЕДОСКОП ФАКТОВ КАЛЕДОСКОП ФАКТОВ КАЛЕДОСКОП ФАКТОВ Да, это Калейдоскоп ФАКТОВ. Исследователи нашей международной команды продолжают раскрывать малоизвестные страницы хроники жизни человечества. Михаил Филиппов. Он несколько лет работал над установкой по передаче электричества по воздуху. В результате, находясь в Санкт-Петербурге, он смог на расстоянии 30 километров зажечь люстру в Царском селе. Это телескоп Йорка длиной 20 метров и весом 70 тонн. Он был настолько точно сбалансирован, что его можно было перемещать нажатием указательного пальца. Как вы увидите, мы немного изменили формат. Трамвайных чудес в эти годы было много. Доносить до вас, уважаемые зрители, результаты этой работы группа доверила мне. Меня зовут Роберт. Как и прежде, мы выходим 13 числа каждого месяца. General Motors организовала целую кампанию по уничтожению электротранспорта. В ход шли прямые угрозы, шантаж, обман и подкуп чиновников. Использовались обширные контакты руководства в правящих и банковских кругах. Существует такое мнение, и оно не лишено оснований, что теорию относительности написала первая жена Эйнштейна Милева Марич. Все эти факты говорят о том, что в науке произошла диверсия, препятствующая открытию свободной и бесплатной энергии эфира для всего человечества. Сегодня мы приоткроем тайну стремительного рыбка вперед, который могло совершить человечество в начале прошлого века. Кто ударил тогда по тормозам прогресса? Как не повторить ошибок прошлого сейчас, когда мы стоим у финальной черты? Вы готовы узнать правду? Поехали! Продолжение следует...